Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся!» Добрый день! Сегодня у нас невесты Екатерина, Любовь и Марина. А жених у нас Сергей. Сергей, 51 год. В погоне за бесценными предметами искусства не заметил, как остался одинок. Надеется, что в программе «Давай поженимся!» он найдет главное сокровище всей жизни. Сергей владелец антикварного бюро и соучредитель фарфоровой мастерской. Живет в Санкт-Петербурге, гордится своей коллекцией статуэток, собирает раритетные штопоры и бутылки с дорогим ромом. Изучает виноделие, обожает оперу и слушает классическую музыку. Предупреждает, что часто путешествует исключительно мужской компанией. Сергей не заинтересует инстапутешественницы с поверхностными знаниями, которые зациклены на своей внешности. Женится на образованной, внутренне наполненной девушке с тонкими щиколотками, неброским маникюром и изысканным вкусом. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Лариса. Ой, откуда это вы к нам такой загорелый-то? С юга России. Прежде чем познакомиться, решите преподнести вам цветы. А вы прямо... Да, мы цветочки заберем. Да, да, да. Вот так вот. А давайте я передам Розе. Это Розе. Мы соблюдаем дистанцию. Да, я знаю. Это уже знаете, да? Ой, какие холосенькие. Мне кажется, он идеально тебе подходит. Ну, он такой интересный мужчина. Скажите, вам 51 год, вы не были женаты, у вас нет детей. Я был женат, но давно очень, когда пришел из армии. А, может быть, и детки есть? Да. У меня есть дочь взрослая. Сколько ей сейчас? 25. В хороших отношениях? Да, конечно. Внуков еще нет или есть уже? Нет еще. Ну, значит, я выдыхаю. Значит, можем сегодня уже по любви искать, да? Да, да. Или хотите все-таки новую жизнь, новых детей? Ну, как Бог даст, но, конечно. Нет, Бог даст так, как вы захотите. Если вы мечтаете о детях, вам даст Господь. Значит, я хочу, конечно. Вам нужна, конечно, изысканная барышня, чтобы разбиралась в искусстве. Совершенно не обязательно, чтобы она была из этой области. Просто, чтобы она интересовалась этим. Ну, она должна хоть книжки читать, как минимум. Конечно. Что мне в нем уже нравится? Спокойствие и уверенность. Рассказывайте про свое далекое прошлое. Почему такой красивый, состоятельный, улыбчивый, холюсенький? Почему один-то, я не понимаю. Видимо, много путешествовал, много изучал мир. А если честно, что было с бабцами не то и не так? Ну, что-то вот настоящего не было. Может, не на свое заглядывались? Может быть. Сейчас мир стал визуальный такой. Все научились себя подавать. Все научились себя маскировать. Маскировать, да. И вот как бы... И даже и фразы какие-то придумывают. Вы же понимаете, что реставратора найти сложнее, чем саму вещь, правда? Да, конечно. Чтобы так ее отреставрировать. Чтобы никто комар носа, чтобы даже не поняли, что там какие-то работы были. Чтобы шедевр был. Так же и женщины сегодня научились. Никокенские. У нее даже нет надбровных дуг. А она себе рисует. И вот вы думаете, что вы женитесь прямо на бровастой, ногтястой, губастой. А у нее там даже близко ничего не было. Зубы сделала, все остальное себе накачала. А потом у вас родятся страшные дети. Вот с такими вот носами тонкогубые. Подделка сразу чувствует. Глазки маленькие, вот такие вот. Прямо ужас. Так нам сегодня нужно какую? Настоящую. Сергей прям мой типаж. И возраст, и как он одет, и как говорит. Прямо все мне очень... Пока все нравится. Ларис, ну он же все не сознается. Вот скажи, кому нужен муж, которого ты видишь в году? Ну, от силы может, ну, может, два. Понимаешь? Он же уезжает какие-то... Ну, так тебя же не возьмет, во-первых, замужняя. Я хоть высплюсь. Ты замужняя. Ничего не буду делать по дому. Буду ходить в шелковой пижаме. И домработнице буду говорить. Вы знаете? Ларочка, мне соку, пожалуйста. А так волосы зубной щеткой заколола, понимаешь? Пылесос сначала, даже еще не умывалась. Зачем они нужны мужья-то? Вы знаете, когда Галину Вишневскую спрашивали, как вы так долго прожили с Ростаковичем, она сказала, что мы постоянно на концертах. Он на своих, я на своих. И поэтому мы так долго прожили. Вы выбирали, как я понимаю, не такие, как Вишневская, а именно простых, которые хотят мужа видеть каждый день. Я к тому, что не обязательно прям ходить за собачкой, как вот друг за другом. А вот с мужиками вы встречаетесь исключительно, в компаниях мужских, и вам это не будет. Вы что там делаете? Ну, немножко неправильный вопрос. Не встречаюсь? А что вы так глазами забегали, как будто я вас уличила или поймала на чем-то? Нет, нет. Что вы там делаете? Нет, нет. Как у любых людей есть традиция, кто-то в баню ходит, кто-то на рыбалку. А мы путешествуем... С мужчинами? С мужчинами. Именно в такие сложные, труднодоступные места. Например? В Латинской Америке какие-нибудь Галапагосские острова. Ларис, у нас видео есть. Давайте с удовольствием. Вещественное доказательство, куда они там путешествуют. Ларис, у нас видео есть. Катюш, это очень классно, что он путешествует. Я же сама маньяк-путешественник. На какой самый долгий срок вы оставляли возлюбленную? Три недели. И что вы, возвращаясь, заставали? Поначалу все было хорошо и было понимание. А потом? Потому что хотела понравиться, наверное. Ну, поначалу все... Конечно. Запомните, мы до и мы во время. Это два разных человека. Потому что мы все кто... Даже странно, слишком хорошие... А вы тоже, когда перед нами хотите затащить, да? И подарки те, которые хотим, и в театры ходите, терпите, да? И возите туда, когда мы любим. Так устроен мир. Все одинаково. Так устроен мир. Поэтому обижаться не стоит. Я никогда не обижаюсь. Вы, смотрите, вы возвращались и хотели какого-то тепла человеческого, да? А вместо этого что? Скандалы, ревность. И когда пойдем в загс... Да. Когда будем детей рожать. Да. А вы что? Ну, честно говоря, оттягивал немножко. Ну, на самом деле, видно, что мужчина-то очень глубокий, интересный. И на самом деле, как и нам, женщинам, иногда сложно встретить правильного мужчину. Наверное, ему тоже отнюдь не каждая женщина подойдет. Это видно. А что там с подарками? Она все время намекала, что вы и дверцу в машине не так открываете. Вот расскажите про это. Уже начались какие-то, видимо, претензии. И чувствовалось, что это такое натяжное все. Это неестественное. И так, дверь открой, подарки эти. Типа вы ей лимош, а она сумочку хочет, да? Ну, да. Вы ее в Таиланд, а она на Мальдивы хочет? Да, да. А вы чьих брали-то? Бедных или богатых? Да нет, нет. Она, в принципе... Ну, ровню. Если ровня, то это одна история. Если брали там из области девочки... Нет, она... То ей до этого лимоша, понимаете? Нет, нет, она в ресторанном бизнесе была. Все... Просто это были такие явно уже... Когда ты с человеком живешь и просто отдыхаешь, ходишь где-то. Это один человек. С ним здорово, прекрасно, и все. Вообще ты не замечаешь практически ничего. Но когда начинаешь уже рассматривать как свою жену, как... Уже совсем по-другому. Ой, он нам сейчас открывает, как говорится, веки. Мне кажется, это идеальный вариант невесты, мне кажется, для него. Да, мне так нравится, что он не выбирает искусственно созданных девушек. Давай посмотрим на красоту. Давай. У нас есть видео антикварного его бюро. Вот как люди богатые-то живут. Наше пространство не музей. Берите предметы в руки, присматривайте, узнавайте все про автора. Включайте воображение. Погружайтесь в эпоху. Настоящее искусство создано для лицезрения и восхищения. Но только небольшой процент искусства обладает реальной, вневременной ценностью. Только коллекционные предметы, обладающие культурной и художественной ценностью, со временем повышаются в цене. Ну что я вам хочу сказать. Вам нужно меня брать в жены, потому что Резенталь, Лалик, то, что я вас там увидела, это предметы первой необходимости. Совершенно верно. Они не должны стоять на полке. Это то, из чего ты должен... Это должен быть образ жизни. Сейчас я смеюсь, конечно. Слушайте, удивительно, да, в нем сочетается вот эта брутальность в его отдыхе и любовь к искусству. Нужно брать из своего круга, чтобы, например, папа у нее тоже был давно богатый, чтобы девочка была из той самой детской, где для нее это норма. Понимаете, чтобы это не стояло в серванте одна-единственная, одиноченькая чашечка, да? А чтобы она... А когда ребенок с детства смотрит и видит красоту. Да, смотрите, точно, она не будет потом, как говорится, из горла возле метро сосать пиво. Ну не будет просто. Поэтому я вам сегодня буду искать молодую женщину, ту, которая и есть вот такой, которая впишется, да, в вашу семью. Роза, вы с самого начала сказали, мне нужна молодуха. Ну что я могу сказать? Я не говорил. Ну вам, мир, нет. Вы сказали, что вы хотите детей. А женщина, у которой 45, уже какие дети? У нее самые взрослые дети. Она жизнью хочет наслаждаться, а не пеленки, распашонки, которым отдала больше. Женщину здесь не рассматриваете. Либо так, либо так. Я думаю, что все зависит от девушки, от Сомали. Ну естественно, вы не пойдете, если вам она не понравится. Но это даже не обсуждать, Сереж. Поэтому если она понравится, я, конечно, прямую. Рассматриваю. То есть для вас это, потому что многие приходили, для них принципиально, без детей. Ну это цинично. Знакомьтесь с первой невестой. Спасибо. Добрый день. Это вам. Привет, Сергей. Привет. Меня зовут Екатерина. Очень приятно. Я умница, красавица. Занимаюсь практической стрельбой с пистолета. И надеюсь, что стрела Амура впадет тебе прямо в сердце. Продвит мое сердце. Да. Екатерина, 39 лет. Косметолог-эстетист. Живет в Москве. Пишет картины. Коллекционирует старинные монеты и ножи. У меня куча увлечений. Очень люблю спорт. Не могу жить без красивой музыки. Она создает мне настроение. И меняет атмосферу вокруг. Гордится титулом серебряного чемпиона России по практической стрельбе. Екатерина согласилась стать второй женой своему возлюбленному, но не смогла смириться с тем, что он запретил ей становиться матерью его детей. Надеется, что для Сергея она станет единственной. Здравствуйте. Косметолог-эстетист. То есть, если приходит красивая и эстетически не оскорбляет ваш вкус, вы ею занимаетесь. А если приходит какая-то страшко, то вы говорите, нет, мои эстетические чувства не позволяют вам выщипывать брови. Или как это происходит? Что это такое эстетизм? Конечно, нет. Любая женщина может быть красивой. Ей просто нужно попасть в правильное место. Даже страшное? Может быть, ей не хватает ухоженности. Я стараюсь найти, что можно поправить, улучшить. Красивая женщина. Понятно, что профессия обязывает, наверное, хорошо выглядеть. То есть, она выглядит намного моложе своего возраста. Скажите, как так получилось? У вас был мужчина-арабский шейх. Каким образом вы могли стать второй женой? Он был обычный русский мужчина. Мы познакомились, когда я работала в международной компании. Я была там переводчицей. И у нас просто промелькнула искра. Мы полюбили друг друга. Я ничего не могла с собой сделать. А как узнали, что у него есть жена? Надо отдать ему должное. Он был честен со мной. Он сказал, что он женат. И чувства затмили мой разум. Так это называется не вторая жена. Это называется любовница. Глупая девочка. Ах, соглашусь с вами. Просто когда мужчина говорит, ты не родишь, ты будешь моей женой. Я просто не могу развестись. У меня с ним ничего нет. Он был честен. Он сказал своей жене. А вы присутствовали, когда он говорил своей жене о вас? Нет. Он напился для смелости. С его слов. А вы видели, как он напивался для смелости и рассказывал своей официальной жене? Говорит, не могу в себе это больше носить. Пойду все расскажу. А он это сделал? Вы это видели? Он снял вам и показал вам? Конечно, нет. Ну, поэтому можно рассказать все что угодно. Я полагаюсь на честность. Во всех поступках он был честен. Да я вас умоляю. Это называется сказки. Слушайте, вот эта история про вторую жену. Это любовница. Это любовница. Ну, что за вторая жена? Фордон, мадам. Вам же не шестнадцать. В общем, он летал к вам, к молодухе на крыльях любви. А туда уже со сложными крылышками, так сказать, плелся, да, в ту семью? Он несколько раз хотел организовать наши совместные встречи, чтобы нас познакомить. Так он еще и садист у вас, да? Он пытался договориться, чтобы сохранить отношения. А зачем, скажите? Он идиот или садист? До этого он никогда не думал, что можно любить двух женщин одновременно. Когда столкнулся с этой ситуацией. А у него бизнеска не было какого-нибудь? Или там совместно нажитого в большом количестве, которое было не поделить? Безусловно. Мне очень понравился ответ его жены. Она ему сказала, что, любимый, я все понимаю, но у нас с тобой и бизнес совместный, и дети. Это с его слов, опять же, да? С его слов. Ой, какой он сказочник-то у вас! Молодец какой! Представляете, да? Мужчины, если вы сейчас смотрите, вот берите на вооружение, как можно, блондинки. Брюнетки уже, наверное, не очень бы получилось. Хотя вы нет, вы подкрашенные. Вот так вот. Представляете, он приходил к ней и говорил, ты мне не любовница, ты моя вторая жена. Я настолько честна, что я даже своей старушенцей сказал, у меня есть. А она ему в ответ, любимый, живи, главное, чтобы ты был счастлив. А я буду терпеть. У нас же столько с тобой общего. И бизнес, и все. А кровать, это же такая малость. Поэтому и лепестками роста к вам. Здорово. Нет, она ему сказала по-другому. Она ему собрала чемодан. Сказала, что вот тебе чемодан. Ты взвесь все, что у нас есть. Весь накопленный опыт. А я тебя буду ждать. И слеза у нее такая одна. Нет, нет. Ты можешь уйти, но домой ты больше не вернешься. Поэтому выбор за тобой. Это все с его слов. С его слов. Причемодан. Вот это вот. Про вот это все. А он как вам рассказывал? В лицах? Типа, я ей говорю, я уйду к ней, потому что люблю. Она говорит, пожалуйста, но только смотри. Вот чемодан, вот вещи родной. У тебя есть выбор. У тебя выбор есть. Я буду ждать тебя. Потому что я же мудрая. А я ей, нет, ты знаешь, там такая у меня коза, которой можно прямо так много всего. Я вас умолю, девочки. А вы прямо, да, с открытым взлом говорили, да. А он что? А ты? А он? А ты? Да ладно. А сколько это продолжалось-то эта история-то? Пять-шесть лет. Ёкарный бабай. Он вас собрал практически, да, уже стали увидать у него на глазах. А почему не родили ты ему? Может быть, он бы... Ну вот после того, как он поговорил с женой, он сказал мне о том, что она против этих отношений. И что единственное, на что я могу рассчитывать, это быть любовницей без детей и без супружески. То есть она была против русская баба, что там будет еще одна, вторая жена. И будет рожать детей. Ну надо же. Во-первых, неожиданно, правда же? Странно. Как-то, да, неожиданно. Я уже к другому совершенно развитию была готова. Ну, такие истории случаются на самом деле. И женщины попадают в такие отношения. И на самом деле очень легко судить со стороны, когда ты не находишься в этих отношениях. Когда чувства, они превалируют над всем, но тут трудно и мыслить здраво, трудно, и уйти очень трудно. Мой бы деньжать там было много. Он же что-нибудь купил вам, там, квартиру, машину. Конечно. Я самодостаточна. Да, конечно. Вы настолько самодостаточны, что он продолжал вам помогать материально, даже тогда, когда вы расстались, не имея детей. Какое-то время, да. Конечно. Поэтому вы абсолютно нематериальны. Ну ладно, Кать, давайте уже будем честны друг с другом. Я, например, с удовольствием беру от мужчин и брала всегда и деньги, и подарки. А как? Правда же? Да. Ну вот вы эстет. Вы же понимаете, что я 20 лет назад бы никто не давал. Сама пахала. Но я тоже в эту сказку хочу верить. Кстати, вот это сама секунду. Черный бриллиант, как у Махно. Не вяжется у меня история. Вы такая прям принцесса Лея. При этом сначала ценными бумагами занимаюсь. У вас образование похоже. Потом вы переводчиком. Сейчас вы, ну видно времена, что плохие, косметологи. При этом вы хотите стать певицей, записываете альбом. Что-то я не... Это мечта. Я не хочу быть певицей, но мне хочется записать свой альбом. А как? У вас есть медицинское образование? Я его сейчас получаю. Чувствую в этом омуте. Такие черти водятся. Ну красивая девушка, конечно, очень красивая. Вам нравится Сергей? Мне нравится Сергей. Так он классный. Он офигенный. А ребеночка вы хотите? Я хочу детей. Чтобы это было совместное взаимное желание. То есть вы уверены, что и получится, да? Конечно. Ну да, помоложе надо. Ну... Помоложе кого? Не, ну 51 там. Пока... Ты ей самой сорокез. Ты че? Так вот я и говорю, надо совсем молодого. Лет 25 лет. А нафиг молодому совсем Розе? А сперматозоиды-то что? Роза, перестань. 51 он еще дитя детем. Посмотри. Дитя детем? Кушает черную кровь. Ему на связь к экстремалам-то это. Куда только не ездит. Нет, вопер перестань. Правильно делать. Убожи какая-нибудь хрена. Убожи какой-нибудь хрена. Зубы свои. Свои зубы это молодость всегда. Есть сороковник. И что у них может получиться с ребенком? Риски большие. А если уж она возрастная, то тогда надо мужчину-производителя помоложе, чтобы сперма... А мужчине, который, по-моему, уже зачем ему возрастная? Роза, ну перестань уже. Показывайте сюрприз. Мне кажется, она могла бы понравиться Сергею. Она приятная, интеллигентная, хорошо говорит. Я буду целовать твои руки. Я буду целовать твои губы. Все, что есть у меня, это ты. Я буду целовать твое тело. И делать все, что раньше не смело. Все, что есть у меня, это ты. Без ума от счастья и боли. Без ума от жизни с собою. Без ума от мыслей, что я люблю тебя. Мы с тобой, как розы, с шипами, любим телом ранним губами. Без ума смелых желаний ты и я. Спасибо, девочки. Забирайте букетик и проходите в комнате. Очень достойный сюрприз. Красиво смотрелось и звучало. Очень хорошенько. Платье красивое. Более того, она тут, конечно, принцесса-то прикинулась, в общем-то. Так что вы не особо, но я думаю, вы особо и понимаете, да, это. Две квартирки-то у нее так это, понимаешь, появившиеся. А Сергею что, солить эти квартиры? У него 32 в Питере квартиры. Да прямо, у него одна всего трехкомната. Это то, что ты знаешь, а то, что я знаю. Он говорит, что больше лицезрит, правильно? Чего добро на это наживать? Лучше созерцать. Катюш, ты очень добрая, ты очень влюбчивая такая. Ты полюбишь человека. Как вы думаете, я ему понравилась? Мне кажется, да, 100%. Знакомьтесь со второй невестой. Привет. Приветствую. Это вам. Спасибо большое. Меня зовут Любовь. Я из Сибири. Очень приятно. У нас там природа. Соболя. Я в Сибири. Лосось. А с какого города? Из Красноярска. Был из Красноярска. Любовь, 31 год. Специалист по недвижимости за границей. Мечтает обрести гармонию с самой собой. Признается, что пользуется успехом у мужчины. Предупреждает, что у нее вспыльчивость характера. За обвинениями в меркантильности и желании пускать пилю в глаза, супруг Любови не сумел разглядеть в ней истинного ценителя искусства. Надеется, что Сергей оценит ее по достоинству. Алюба-любонька. С губоньками все сложилось у нас так. Ну, я надеюсь, муж-то это оценивал хотя бы? Муж это оценивал и оплачивал. До тех пор, пока был мужем. Очень яркая девушка. Видно, тоже очень за собой следит. Хочет произвести впечатление на всех, кто ее видит. А вот вы говорите, что он прям весь такой был из 90-х. Ну да, и поначалу меня именно это и привлекло. То есть вот эта первобытность. В этом было много секса. Мне хотелось в это поиграть. Я поиграла. Вот так поиграла. Я не говорю, что он плохой, но он просто односложный человек. Он прекрасен. И я думаю, что он встретит такую же прекрасную, простую девушку. Это уже не ваше дело. Мы давайте про вас и вашего брутального. Сколько вы с ним прожили? Вместе, то есть в совместном быту мы провели 4,5 года. Мне кажется, что она ему не очень подходит. Не потому, что я одна из избранниц, а просто в целом. В чем не сходились? Он вас содержал, возил вас отдыхать, наряжал как елку. Слушайте, ну вот это содержал. Мы были вместе, мы были командой. Он делает мужскую часть, я женскую. Какую, например, он делал мужскую? Зарабатывал же он? Зарабатывал он. Ну, а поэтому командность в чем была ваша? В том, что вы выпиливали мозги, что хотите на Бали, а не в Таиланд? Я не выпиливала мозги. Я, наоборот, просила, чтобы у каждого из нас было личное пространство. А в свое личное пространство вы бы же с его картой кредитной ездили, правда же? И вот в этом личном пространстве вы с высокодуховными... У меня всегда были свои деньги, просто я их не тратила, я бы так сказала. Какое у вас образование? У меня высшее образование. Ну, а кто вы по профессии? В данный момент у меня три профессии. Вот, я занимаюсь... Образование нам, скажите про это, профессия по образованию. Я психолог, специализация клиническая психология. А, то есть вы заканчивали это? Конечно. А какие три у вас профессии? Сейчас я занимаюсь недвижимостью. Можно звать меня риэлтором, да, то есть это просто недвижимость не в России. Вот, а я занимаюсь психологическим консультированием внезапно для себя. Вы консультируете женщин по вопросам гармоничной семьи, правильно? Женщин по вопросам женщин. Нет, вот у меня написано по вопросам семьи. Вы консультируете по вопросам семьи? Семьи, отношений, взаимоотношений с детьми, с родителями, с начальниками, с самой, с собой. А у вас это все есть? Да. Я знаю, как не нужно делать. Она красивая куколка, знаете, вот взять ее на вечеринку куда-нибудь в клуб, показать, это моя куколка, и все, классно. И они все рады. Нет, я не согласна, на вечеринку такую не возьмешь. Она немножко, она вольгарноватая, но на вечеринку ее взять, отлично, мне кажется. Сколько вы промучились, недооцененное по достоинству, любовь? Я бы не назвала это мучениями. Ну, я же жила, я жила, я набиралась опыта. Ну, в смысле я мучилась? Я похожа на мученицу. Кто-нибудь из вас троих-то их считает? Да, прямо очень похожа. Только она постарше, вы помоложе. Сколько вы были в браке? В браке в общей сложности. Знаете, так получилось, что я в браке почти всю жизнь, потому что в первый раз я замуж вышла в 19 лет. А потом так случилось, что... Я про брутального. А, про брутального в браке мы были, получается, полтора года. А вот сейчас от брака чего хотите? Вот Сергей сидит перед вами, красавец, 51 год, очень состоятельный, живет в Санкт-Петербурге, очень-очень состоятельный. Скажу честно, возможно, это не то, что вы хотите слышать, но я хочу, чтобы мне было хорошо и со мной было хорошо. И мне все равно, как принято и как правильно. Я просто хочу, чтобы человек развивался со мной параллельно. Мне кажется, он смотрит на нее с легким юмором в глазах. Она симпатичная, красивая девушка. Мне кажется, это немножко не женщина для Сергея. Вот сегодня, в 31 год, что у вас есть? Чем вы можете похвастать? Вина. Давайте прям посидим, поговорим. Ну что, это же не какой-то конкурс часов, что я выйду и расскажу, здравствуйте, я умею это, это и это. Нет, а почему? В 31 год уже многим людям есть чем похвастать. Как? Слушайте, я думаю, что основные мои совершения все-таки меня еще ждут впереди. Это безусловно, я надеюсь. А в 31 год что есть за вами? Можно не будем об этом печальном опыте? Ну ладно, тогда покажите сюрприз. Интересно, что она подготовила? Да, мне тоже интересно, какой у меня будет сюрприз. Не принимайте близко к сердцу, я вас в ЗАГС пока еще не тащу. Подыграйте мне. Хорошо. Мой парень абсолютно безупречен и в жизни, и по меркам соцсетей. И было ясно с нашей первой встречи, что я ему рожу троих детей. Вы спросите, конечно, что за парень? А я отвечу, нереально крут. А я забыла, что мы будем с этим делать. Давайте заново начнем. Давайте. Я подумала, что это так и надо. Очень забавно, честно. Но я вообще не люблю такие сюрпризы. Мне кажется, он неловко себя чувствует рядом с ней на сцене. Мой парень абсолютно безупречен и в жизни, и по меркам соцсетей. И было ясно с нашей первой встречи, что я ему рожу троих детей. Вы спросите, конечно, что за парень? А я отвечу, нереально крут. Да что с этим парнем? Давайте споем. Треть попытка, что ли? А своими словами просто. Я забыла. А дайте белый стих. Белый стих? Конечно. А давайте белый танец. Давайте белый стих. Прямо закончите своими словами о чем-то. Что за парень? И дальше. Один момент, прошу вас. Одну строчку. А женимся мы осенью? Ну может не осенью, а ранней зимой. Но только лишь один момент меня тревожит, что он пока не в курсе. Парень мой. Что он? Мой. Спасибо. Забирайте цветочки. Вот этот изумительный букетик. И проходите в комнату. Не знаю даже. Спорно, да? Необычный, необычный сюрприз, конечно. Ну что, Сергей? 31 год. По возрасту, мне кажется, очень даже. Хорошенькая. Ну, Любочка сама, вот я анкету ее читаю, она сама, собственно говоря, определила, как к ней надо относиться. Вот она пишет, если вы ее воспринимаете содержанкой, то она будет вести себя как содержанка. Если же вы будете воспринимать ее как жену, то все приобретенное в браке, движимое-недвижимое, делится пополам. И это надо как-то еще и застолбить. Для нее это очень важно. Роза очень говорит все по делу. Я и всем девушкам советую, если их замуж не взяли, не вести себя как жена. А вы будете, кстати, брачный контракт, да, составлять? Он же цивилизованный мужчина. Ну, признаться, я не думал об этом. Сергей, вы подумайте. Это очень сузит круг женщин, желающих выйти за вас замуж. Знакомьтесь с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я тоже человек искусства. В этом у нас, безусловно, есть нечто общее. Давайте попробуем узнать друг друга получше. Давайте, это вам. Спасибо. Марина, 34 года. Хореограф, судья всероссийской категории. Коренная москвичка. Гордится титулом чемпионки Европы по бальным танцам. Изучает иностранные языки, любит ходить в театры и на выставки. Заморский жених показывал Марине красивую жизнь. А между делом искусно готовил ее к тому, что рядом с ним она никогда не станет матерью. Надеется, что Сергей захочет от нее детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Даже странно. А почему он не хотел от вас детей? Сначала было непонятно, что он не хочет детей. В принципе, мы познакомились... Мне было 24 года. Он был намного меня старше. На сколько? Практически на 30 лет. Она хореограф. Это видно и в походке, и в фигуре. Я думаю, они тоже бы смотрелись эффектно. Но только я бы ей поменяла платье. А что вы с ним делали с дедушкой? Ну, дедушка была из моей сферы деятельности, поэтому танцоры выглядят всегда хорошо. При этом он был англичанин. Он был англичанин. Богатый? Очень хорошо обеспечен, да. Он и в танцах был очень известным, в прошлом известным танцором. У него была уже на тот момент взрослая дочь, и за плечами было два брака. Дочь жила с ним. А почему 15-летняя дочь жила с ним, а не с матерью? Потому что он был прекрасным отцом, на самом деле. Для него дочка была очень важным человеком, самым важным, наверное, человеком в его жизни. А жена была тоже несколько моложе, и ее увлекали какие-то другие вещи в жизни. Она хотела пожить для себя, мне так кажется. Поэтому, да, это был выбор дочери. Ну так что, родили бы ребенка, вы молодая женщина, у него бы начался второй виток, вторая молодость. Может быть, его что-то смущало в вас? Может быть, не доверял? Доверял точно. Я ему, кстати, тоже доверяла безобразие. Смотрите, вы даже ведь познакомили его со своими родителями. Да, он... И отцу вашему он очень понравился, несмотря на эту, просто, мне кажется, противоестественную разницу в возрасте. Мои родители давно смирились, что, наверное, со мной рядом будет человек старше меня, потому что так всегда меня по жизни привлекали более взрослые мужчины. Когда они познакомились с этим мужчиной, да, он им очень понравился. Он интеллигент, он... А то, что он не хотел иметь детей, родители знали? Нет, конечно. Мне эта девушка нравится намного больше. Она естественная, настоящая. В ней есть что-то цепляющее. Она искренняя, интеллигентная, то, что ему нужно. А замуж звал вас? Нет. Сначала нет. Ну, понятно, что первые полгода это был просто конфетно-букетный период. Мы катались. А вы готовы были уехать из России в Англию? Готова была, я не... Он предложил мне выйти замуж. Я тогда была абсолютно готова, да, связать с этим человеком свою жизнь. Мир показал вам? Мы очень много ездили, да, и по работе, и просто путешествовали. Но это единственная, по сути, наша возможность была видеться. А что стало последней каплей? Из чего расстались? Мы были в магазине игрушек. Мне покупали плюшевого медведя. И он как-то так очень как-то с ним, как с ребенком, что-то так нежно играл, общался. И я прониклась. Я говорю, ты бы, наверное, очень хорошим отцом был. И вдруг он как-то вот замкнулся, что ли. Как-то вот странная такая реакция у меня была непонятная. Прошло некоторое время. Мы тогда были где-то за рубежом, разъехались. Долго, несколько недель какое-то такое натянутое общение. И потом в итоге он мне сказал, ты знаешь, я почему-то у меня это так тоже впечатлило, эта сцена, и я подумал и понял, что я, наверное, уже не готова к детям. И, в общем, вы не стали терять Сергеем? Ну, я поняла, да, что как бы... Хорошо. В случае с Сергеем он хочет детей. Но и вам уже 34 года. Я очень хочу ребенка. То есть тянуть не будете? Нет, безусловно. Вам нравится, Сергей? Мне очень нравится, Сергей. Покажите сюрприз. Мне нужно подготовиться. А мы вас подождем. Так, песня у нас была, стихи у нас были. Каков же третий сюрприз? Я думаю, это танец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие страсти к девушке-то кипят. А с виду холодная француженка. А с виду холодная французенка. А с виду холодная французенка. За нее, да? Ей танец понравился, мне кажется. Ну, безусловно, конечно, Марина. Я просто даже не обсуждаю. Замечательная, как она хороша в этом танце. Ну, не знаю, не знаю. Марина, конечно, во всем хороша. Но я считаю, что Катерина вам больше, поэтому по визитной карточке подходит. Марина в красоте жила все эти годы. Даже то, что выбор родителей отдать девочку на бальные танцы, и у нее там все получилось. Ей не нужно будет какие-то вещи объяснять. Прекрасный жених, очень приятный. Мой типаж абсолютно. Потом она такая статная. Посмотрите, как она раскрылась в этом сюрпризе. И вы были бы великолепной парой, мне так кажется. А потом она очень мило смущается. Мне кажется, это как-то подкупает. Это всегда приятно, правда? Она готова к деторождению. Она хочет детей. У нее это обязательно получится. И потом, мне кажется, ей есть что дать этим детям. Мне кажется, Марина. Ну, вы решайте сами и слушайте свое сердце. Оно вас точно приведет, куда нужно. Мы вас поддержим. Первая невеста, вторая и третья. Мы посмотрим. Какого жила выберет? Мне кажется, к нам зайдет. Посмотрим, не знаю. К тебе, к тебе, с собой. Я приглашаю всех выйти и поддержать Сергея. Танец меня просто потряс. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно. Какая чудесная пара. Как я за вас рада, Сергей и Марина. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказала вам. Давай поженимся. Совет для любовь.